Дальше. Чтение духовной литературы. Как читать духовную литературу? Сейчас расскажу. Вот есть тот, кто написал духовную литературу, да? Есть, допустим, Новый Завет. Кто-то написал? Нет? Никто не писал? Задайте этот вопрос, изучите. Вот. Каждую духовную книгу кто-то написал. Есть, допустим, Коран, там, Магомед написал и так далее. Смотрите, когда человек читает Священное Писание, его надо читать. Для кого? Хорошо, сейчас вы поймете. Допустим, я написал книжку «Законы счастливой жизни». Вернее, я просто переписал то, что уже было написано до этого. И слава Богу. Иначе бы ничего не получилось. Я просто там как-то пытался пожевать это все для нашего времени. Итак, смотрите. Два варианта читать. Первый вариант. Надо здесь узнать, мне узнать, как правильно жить. Ничего не получится. Почему? Потому что нет обмена. Книга – это что такое? Это зеркало, через которое происходит обмен. Книга сама ничего не даст, понимаете? Буквы ничего не дают. Дает связь, отношения. Люди дают отношения. Книга – это всего лишь зеркало этих отношений. Вот, допустим, Серафим Саровский написал молитву, допустим, да? Или читал молитву. И он ее дал нам, эту молитву, допустим, да? Если я молюсь для себя, я смогу его молитву понять. Ведь он же ее дал. Понимаете, о чем я говорю? Он дал молитву. Означает, есть какой-то тайный глубокий смысл, который он понимает. Я не понимаю, как молиться. Надо молиться для него. Для его удовлетворения. Пожалуйста, научи меня служить с помощью этой молитвы. Я для тебя молюсь. Я хочу, чтобы ты меня научил этой молитве. Точно так же Священное Писание. Надо читать для того, кто его написал. Или кто его передал, пересказал. Как угодно это называйте. Но идея такая. Пожалуйста, научи меня вот этим словам. И читать как надо? Как молитву. Взяли одну строчку, прочитали. Потом еще раз эту строчку прочитали. Спешить некуда. Впереди вечность. Понимаете? Священное Писание читается не для любопытства. И не для того, чтобы его прочитать просто. А я прочитал Библию. Не для этого это читается. Это читается для того, чтобы установить отношения. С той личностью, которая его написала. И получить от нее наставление. Понимаете? То есть читаешь, думаешь, молишься этому человеку. Думаешь, пожалуйста, открой мне тайну этих слов. Почему ты об этом писал? Ты же святой человек. Почему ты свое драгоценное время истратил на эти слова? Зачем ты это написал? Неужели так много смысла в этом во всем? Думаешь, думаешь, потом бац внутрь. Так вот ты какой северный олень. Пришло понимание, понимаете? Раз, дальше пошел. Это понято, дальше пошел. Следующий пошел. И так далее. Вот это то, что я вам сейчас рассказываю. Вот это вот корень дерева, да? Почему я так много об этом говорю? Потому что воткнуло меня разок. Я молился, 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 молился. Потом раз. Я увидел, как и родственникам лучше от этого становится. И делам лучше становится. Всему лучше становится, когда я этим занимаюсь. Все остальное само происходит. Понимаете? Я понял, почему святые люди так ценят молитву, все остальное на второе место ставят. Потому что это самое главное. Корень дерева поливаешь, все растет. Если ты там, все живет. Там, в сердце. Ты туда отдаешь свою силу. Там же и Бог, там же совесть. Голос совести это тоже Бог. Божественная энергия. Туда свою силу направляешь. Там все само происходит. И ты начинаешь понимать, кто твой муж. Вот кто такой муж? Кто такая жена? Близкие отношения, глубокие устанавливаются. Душевный разговор. Понимаете? Душевный. Вот здесь от сердца к сердцу разговор становится. Не от мозгов к мозгам. Ты меня не любишь, не уважаешь, не понимаешь. А от сердца к сердцу. Вот ты какой, оказывается, человек внутри. Хоть ты мне этого не показываешь. Я тебя раскусила. И это значит, что сначала будет человек, а потом его дерьмо уже. Все. Торо снаружи. Это значит, потом дерьмо уже уйдет, а останется только человек. И будет настоящая жизнь потом уже. Скоро. Очень скоро уже. Продолжение следует.